Детский сад номер 33. Один из трех, на базе которых будут готовить заведующих для дошкольных учреждений. Стоит отметить, что только в прошлом учебном году трое сотрудников детсада стали руководителями и сегодня работают в других садах. Одно из направлений, которое выбирают наши дошкольные учреждения по обучению резервистов, это документы оборот в дошкольном учреждении. Это принципы ведения делопроизводства, будут проходить лекции, будут также проходить, наверное, мастер-классы, будут наши коллеги работать с практическим материалом. В списке кадрового резерва 28 фамилий. Готовить их будут помимо делопроизводства еще по двум направлениям – совместная работа детсада и семьи и личность руководителя. Семинары, тренинги и мастер-классы на эти темы педагоги будут проходить на протяжении года. В системе дошкольного образования значительно обновился состав руководителей на 46%, поэтому на сегодняшний день есть такая необходимость очень серьезно подойти к работе с резервом кадров, которые впоследствии займут руководящие управленческие должности в системе дошкольного образования. На совещании с заведующими дошкольными учреждениями затронули и подготовку к зиме. В этом году городские власти особое внимание уделили детским садам. Были отремонтированы кровли, системы водоснабжения и отопления, заменены окна. Но, к сожалению, не везде. Деньги были потрачены рационально. К примеру, в одном из детских садов вместо ремонта крыши покрасили фасад. Я бы понял, если бы этот фасад выходил на центральные части города. Понятно, чтобы он был свяжен. Так фасад во дворах. И сейчас ищи еще два раза по 120 только для того, чтобы этот кошмар убрать. А вопросов есть намного больше и поважнее даже в этом саду. Кроме того, во многих детских садах столицы после замены окон и установки стеклопакетов отделочные работы снаружи не были выполнены. Глава города попросил составить список таких учреждений для того, чтобы в ближайшее время решить эту проблему. Станислав Стоянов, Павел Божонко, Первый Приднестровский телеканал.